Итак, коллеги, добрый день. Меня зовут Кривенкова Наталья. Я функциональный архитектор по зубу и рекучету, функциональный архитектор по казначейству УХ, ИРП и УХ, ведущий аналитик по бюджетированию в 1С по УХ. Итак, добро пожаловать на наш вебинар. Продолжаем тему со штатным расписанием. Сегодня еще буквально пару минут мы подождем опоздавших и где-то начнем в 14.03. Пока что еще раз уточню, что у нас есть такая вещь, как общая почта. Если у вас есть какие-то вопросы конкретно ко мне на рассмотрение на вебинары, вы можете указывать почту кодерлайн с планеткой для Кривенковой Натальи для вебинаров. Если необходима просто помощь, то у нас есть как телефон горячей линии, так и общая почта кодерлайна 1С кодерлайн фон. Также у нас есть сайт, у нас все видео записываются, все видео выкладываются на наш канал в Ютубе, где можно посмотреть в любой момент и даже сделать остановку по записи или самостоятельно что-то промотать вперед. Перевод какой-то информации, которая вам нужна, не нужно пропустить. Итак, у нас существует штатное расписание наше. На прошлом вебинаре мы рассматривали полностью штатное расписание без введения истории. На сегодняшнем вебинаре мы рассмотрим с введением истории, посмотрим различия. Также на прошлом вебинаре мы не успели посмотреть отчеты. Чем отличаются отчеты по штатному расписанию, по штатной расстановке, какая в них информация, покажу сегодня подробнее. Вернусь в 1С-ку. В принципе, начнем с 1С-ки и будем двигаться по теме. В прошлый раз мы рассматривали с вами, где включается введение штатного расписания. Какие-то моменты мы повторим, но уже менее подробно и подвигаемся дальше. Введение штатного расписания у нас включается в момент, когда нам база передается. И изначально введение штатного расписания самое-самое простое. Просто есть должность, справочник, есть подразделение. На этом все. Если даже в компании включено, что учет идет по организации в целом, то штатное расписание вообще самое простое, самое минимальное. В дальнейшем при передаче базы также точно включаются дополнительные настройки кадрового учета. Все настройки рекомендуются всегда включать совместно расчетчику с кадровиком при приеме базы. Или когда вы, например, только пришли на работу и уже достаточно уверенный пользователь 1С, то можно просто зайти в раздел «Хандры». Посмотрите, какие документы вам доступны. В том числе обратить внимание на раздел, такие как «Воинский учет». Но аттестацию, скорее всего, не будет, потому что у нас версия, на которой мы рассматриваем, это 1С, захват управления персоналом «Корп». В профмерсии базовой, соответственно, документов меньше и меньше включенного функционала. Есть отдельно у нас блоки по пособию, по испытательному сроку и есть отдельно блок штатное расписание. Если оно ведется в организации, то не хотя бы в минимальном каком-то варианте оно включено и выглядит вот таким образом. Если у нас необходимо что-то поменять, мы должны перейти в раздел «Настройки», «Кадровый учет» и отлистав немного вниз до гиперссылки, вот такой синенькой, «Настройка штатного расписания». А здесь сейчас, обратите внимание, кроме галочки в позициях штукного расписания, разряда и категории, типовой функционал, все остальное выключено. И стандартная стоит настройка, что тарифы, процент и коэффициент для способа отражения на балл. Если мы хотим какие-либо дополнительные галки, эти галки влияют полностью на все поведение системы. И некоторые из них могут повлиять настолько сильно, что включение-выключение поведет за собой огромные пересчеты всей зарплаты. Причем за, даже может быть за календарный год, может быть за весь период, в зависимости от того, что вы поменяли. Потому что есть документы, которые можно включить, но если вы уже включили, ими попользовались, часть людей там прошла по этим документам, то есть часть ваших сотрудников уже имела какие-то отражения по этим документам, а дальше вы их выключаете, это сказывается на полностью всей зарплате организации. Так, я на всех пожарных сейчас еще отдельно открою, кроме чата, участников. Так, мало ли, да, у кого-то еще какие-то проблемы будут. Итак, где у нас включается штатное расписание? Мы посмотрели. У нас есть разные варианты настройки штатного расписания. Либо с историей изменения, либо без истории. Без истории изменения мы посмотрели в прошлый раз, какие есть документы, что меняется. Еще раз покажу. Штатное расписание у нас выглядит вот таким образом. Вот такой небольшой блок, в котором есть штатное расписание, подразделение, должность и структуру предприятия. Других блоков нет. Чтобы меньше листать, я, наверное, сейчас часть документов подключу. Штатное расписание, прошу прощения. И из аттестации всю уберу. И из смотри также убрав, оставлю только из лица. Чтобы у нас меньше с вами открывался перечень. Можно, конечно, еще вращение сотрудника, пилонский учет, отключить. Чтобы было больше места. Так. Был он спинчет. Следующий. Прикрывание. Ну да, так поудобнее. Итак, штатное расписание у нас находится сейчас вот в таком формате. Как только мы поменяем настройку, вот этот кусочек у нас поменяется. Давайте это сделаем. Все изменения, еще раз напомню, обратим. Но имеют огромные посредства для системы и пересчета по всей зарплате сотрудников. В данном окошке у нас есть вариация автоматическая проверокадровых документов. На соответствии штатному расписанию. Пока не включаю, это будет отдельное, да, либо видео, либо кусочек будет включен на какого-нибудь из других вебинаров, да, где мы будем уже проигрывать эту ситуацию. История изменений штатного расписания. Галочка, которая нам нужна. Вилки, оклады. Повторяю еще раз, когда у нас есть возможность на вакансию указать вилочку, да, нашу, например, укладу от 10 тысяч, например, да, до хоть 300 тысяч. Это достаточно большая вилка. Итак, и также бронирование позиций. Бронирование позиций мы тоже с вами включать не будем, не используем. После нажатия галочки, также как в документе, у нас появляется звездочка, то есть нам нужно применить и закрыть. И немного подождать, потому что у нас такая достаточно большая, срабатывает не минуту в минуту. База у нас небольшая тестовая, поэтому все сработало достаточно быстро. Если база у вас большая, обработка может занять около минуты-две. Итак, заходим обратно в кадры, обращаем внимание, да, у нас появилась дополнительная вот такая вот вещь, как изменение штатного расписания. То есть до этого было штатное расписание, подразделение должности, структура. Появилась вот такая дополнительная ссылочка. Жамкануне. И у нас, оказывается, да, в системе уже велись какие-то моменты по штатному расписанию. И уже заранее, да, созданы примеры от тестовой базы 1С, которая показывает, да, что есть вот такой вот ряд документов, да, по истории изменения штатного расписания. Итак, если в прошлый раз, да, нам нужно было сделать какую-то позицию штатного расписания, мы могли создать должность, создать подразделение. И, в принципе, на этом у нас вот в штатном расписании заканчивалось то, что здесь вот была кнопочка «Добавить». Да, мы эту кнопочку нажимали, у нас была возможность создавать вот такие вот позиции штатного расписания, немножко подвисает. Да, где у нас методом организация плюс подразделение, там, плюс должность, появлялась вот такая вот ссылочка. Так, подразделение плюс должность. Мы вводили здесь в прошлый раз оплат, который будет для всех сотрудников, да, и на вкладочке «Дополнительно» сразу зашивали там отпуск, какие-то дополнительные там отпуска, если есть, там годы. В данный момент, после включения вилки, после, прошу прощения, после включения истории ведения штатного расписания, у нас кнопочка «Создать» в принципе отсутствует, да, на ее место у нас пришла кнопочка «Создать» на основании, печать такая осталась и больше ничего, и какие-то непонятные, да, вот эти вот две ссылочки. Утвердить штатное расписание, документы, изменившие штатное расписание. Давайте с ними познакомимся подробнее. Как теперь у нас создается, да, позиция штатного расписания? Мы можем все так же, да, зайти в... Сейчас, пока я закрою. Кадровый учет, например, да, попробовать создать должность, да, кнопочка «Создать» у нас доступна. Например, создадим должность. В прошлый раз мы создавали главного бухгалтера, давайте сегодня мы... У бухгалтера прошли прощение по расчету заработной планы. Вот раз мы создадим экономиста, например. Планово-экономический отдел. В принципе, нам больше ничего особо не надо. Должность как должность, да, но, опять же, краткое наименование можно заполнить. Когда введено в штатное расписание? Сейчас у меня немножечко подвисает. Обратите внимание, да, сколько ни стараюсь, сверху могу нажать. На краткое наименование могу. Вот эта галочка «Должность введена в штатное расписание» более недоступна. Окно тоже является серого цвета, то есть, да, более светлым, чем вот это окошко. Или окошко с описанием, да, где у меня есть возможность хоть что угодно, да, указать. Полностью недоступно. Также точно у нас полностью серое, но это и в том числе, потому что вот это не выбрано, да, то есть, это должность изначально не была, то и недоступна вот эта галочка «Должность исключена в штатном расписании». Давайте мы запишем закройку. Как обычно, да, «Должность, которая не введена, она живеньким», так и в прошлые разы, да, когда мы создавали пример, но в прошлый раз мы могли вот здесь указать дату, когда она введена. Кроме, для примера, уже созданную и введенную штатное расписание, да, «Должность», опять же, здесь мы можем просто выделить, но ничего поменять мы не можем. Галка «Недоступна», да, она серого цвета. И также точно у нас хоть и стала черненьким надпись, да, но поля у нас все так же недоступны для изменения, когда должность исключается. До этого мы могли сделать как введена, так и если она введена, то мы могли спокойно сюда встать и исключить свою должность. Сейчас это сделать невозможно таким образом. Хорошо, что мы делаем дальше? Создали должность, идем дальше, например, в подразделение, то есть должность в назальном каком-то подразделении, да, идем снизу вверх. Ну, пусть у нас будет должность отдельно сделаем «Создать». И подразделение, ну, не будем расшифровывать, дело НПЛ. Плавный экономический отдел. Высшестоящего подразделения надо будет руководством. Также, как у бухгалтерии, полное наименование мы можем указать, номер будет автоматический, да. Обратите внимание, так же точно у нас больше недоступна галочка «Подразделение сформировано». Как ни стараюсь, даже поле неактивно. Однако галочка там «Обособка не обособка», «Территориально» могу поставить. График работы также могу поставить. Хорошо. Попробуем второй вариант. Попробуем также исключить позицию подразделения, да, из штатного расписания тем способом, которым мы делали это раньше. Сейчас запишем, закроем. И возьмем, допустим, то же самое подразделение руководства. Попробуем подразделение данное закрыть, да. У нас нет возможности больше. Хоть и стало черненьким, да, потому что оно ранее было введено в штатное расписание. Здесь мы ничего понять не можем, галочку снять не можем. Здесь недоступно, здесь тоже недоступно. Хорошо. Должность мы создали, подразделение мы создали. Идем дальше. В прошлом видео я рассказывала, что идем снизу вверх, да, это самый удобный вариант. Если именно есть человек, который отдельно отвечает за штатное расписание, в идеале это должно быть одно лицо, чтобы не было в штатном расписании такого, как я очень часто наблюдаю в огромном количестве компаний, где штатное расписание постоянно является таким месивым, где очень часто дублируются должности в одном и том же подразделении, причем без особой нужды, где существуют опечатки, ошибки, огромное количество незакрытых подразделений, которые уже неактивны. То есть огромный-огромный просто вот список, которым пользовалась компания, например, на протяжении лет пяти, который никак не вычищался, и в котором очень сложно сориентироваться, особенно при условии, что там случайно приняли в закрытое, допустим, подразделение. Закрытая компания знает, что оно закрытое, его не существует, но в базе оно не закрыто. То есть оно просто пустое, оно есть, но оно не закрыто. Опять же это смущает, допустим, новых сотрудников, да, которые приходят, да, даже речки, которые уже давно работают, и знают, что вот это вот выбирать было нельзя, случайно, да, могут выбрать. Заходим теперь в позицию штатного расписания. В ссылку в штатное расписание. И теперь посмотрим такие документы, как утвердить штатное расписание и документы, изменившие штатное расписание. Да, вот эти вот две ссылочки. Они сейчас у нас не активны. Почему? Потому что мы не выбрали организацию. Очень часто бывает такой вопрос. Обратите внимание, появилось, да, еще дополнительно несколько документов, после снятия галочки, да, они все так же активны, но тогда они будут просто на всей организации. Это происходит первый раз, когда вы открываете под своей учеткой данный раздел. Это никакая у меня ошибка не системы, это просто первый раз система, да, запоминает и открывает вам то, что до этого было, например, скрыто после того, как уже включили изменения штатного расписания настройку. Итак, к примеру, у нас Кронт, нам другая организация и не нужна, да, у нас изменилось здесь количество позиций штатного расписания, появились дополнительные окошечки, ссылочки, но я прочитаю лучше все. Открыт документ, утвердивший штатное расписание, да, то есть это некий документ, который у нас до этого утверждал все расписание со всеми изменениями на какую-то определенную дату. Утвердить новое штатное расписание, это создать новый такой документ, по которому вот эти вот даты утверждения, да, у нас проставятся. Изменить текущее штатное расписание, это любые изменения создания вот такой вот новой позиции, да, вот эта вот часть наименования позиции и все, что в нее вложено. И вот эта галочка, ой, вот эта ссылочка «Документ, изменивший штатное расписание», Это все документы, это и утверждение, и изменение. То есть, если здесь отдельно утверждение, причем самый последний всегда открывается у нас, здесь отдельно только изменение, которое мы сейчас будем делать, да, с вами новое. А здесь у нас все документы, и утверждение, и изменение. Что нам нужно? Мы можем прямо отсюда брать организацию и создать, например, изменение штатного расписания. А можем сделать это с помощью гиперссылочки, да, изменить текущее штатное расписание. Выбираем дату, с которой у нас будет действовать изменение. А когда у нас вводится новая позиция? Когда это, в принципе, нужно делать? На прошлом видео не успела подробнее об этом рассказать. Всегда это делается после всех расчетов, и когда уже зарплата, например, да, или аванс выплачен. В идеале хорошо это делать всегда с первого числа до следующего месяца, когда мы что-то новое вводим. Но если мы будем вводить и пятнадцатого числа должность, и семнадцатого числа, и двадцатого, да, такое тоже возможно. То есть идеальный мир, который может быть, когда в идеале с первого числа у нас появляются новые должности, а тридцать первым закрываются старые. Это очень хорошая картинка. Но, допустим, в условиях завода это нереально, потому что штабка пересматривается ежедневно, и любые большие компании, у которых численность персонала более пятисот человек, штабка очень часто прыгает, постоянно есть какие-то движения. И так, обращаем внимание, да, что у нас есть дата изменений, а есть дата создания документа. Аналогичная вещь, аналогичная. Как вот это запомнить, да, чтобы не путаться? У нас есть приемы на работу, например, да. У нас есть день, когда мы документ составили, собирались делать, да, вот просто вот все документы начали там оформлять, подбивать, делать, например, уже плановый выход сотрудника. Иногда это нужно, опять же, в компаниях, в которых делается пропускной режим. По карточкам каким-то, которые заказываются заранее. Поэтому иногда часть приема может проходить раньше. То есть в любом случае заносится там ПНД, например, да, заносятся какие-то личные данные, но четко физика для того, чтобы к первому дню работы сотрудника уже было подготовлено рабочее место. Потому что очень часто на интеграцию с ЗУПом завязывают все остальные процессы, как, например, да, вот прием сотрудника. Так называемая пометочка там новичку, такой листик дается, да, куда, как обращаться. Если система достаточно хорошо проработана по приему персонала, или, например, не хотят использовать дополнительное программное обеспечение, какие-то дополнительные HR-программы, делать обмены между ними, то очень часто заранее начинают прием сотрудников новых в ЗУПе. Именно для того, чтобы везде прошла учетка уже подготовить, например, заранее напечать трудовой договор и приказ, а не когда у вас там человек сидит, вот уже дергает там за рукав, ну что, ну что, когда дадите, когда вот и по полдня, например, да, уходит только на оформление. Есть компании, которые делают это заранее, и особенно в случае, когда у компании очень жесткий пропускной режим. И заказывается за неделю там изготовление индивидуального пропуска, который прошивается на определенные зоны. Поэтому есть у нас дата приема, да, а есть у нас дата создания документа. Аналогичная ситуация у нас и с изменением штатного расписания. У нас есть дата, с которой появляются новые позиции. Именно с этого числа вы сможете эту позицию выбрать в документе приема на работу, например, или перевода. Но есть дата создания. Причем дата создания может очень сильно отличаться от даты изменения. Например, мы 1 июня вводим новые позиции, ну, делаем там постепенно, как там с конца мая. Что здесь можно сделать? Дату поставили, каким числом мы что будем вводить. Сейчас просто запишу документ. У нас есть возможность добавить позицию, изменить позицию, закрыть, заполнить показатели. Про показатели отдельно проговорю. Пока попробуем пройти вот эти вот три кнопочки. Так, у нас есть добавить позицию. Что это такое? Когда мы до этого заходили раньше в прошлое штатное расписание, мы просто заходили, нажимали кнопку создать, да, там подразделение, и у нас была вот эта вот из системы, да, когда у нас из организации, подразделение плюс должность. Аналогичная вещь сейчас зашита по кнопочке добавить позицию. Открывается то же самое окошко, которое было при прошлых настройках. Только теперь не по кнопке просто, да, создать из главного, да, журнала, а вот через документ. Подразделение выбираем. Обратите внимание, здесь мы уже организацию не указываем, потому что мы ранее вот здесь выбрали организацию, и документ у нас уже по умолчанию проставил нам опять же наш фронт. Должность. Зашиваем график работы. Если опять же должность у нас универсальная, я рассказывала это на прошлой встрече, но повторю еще раз, если у нас должность содержит какие-то универсальные моменты для любого человека, который на нее придет. Такие как количество дней отпуска, количество дней ненормированного отпуска, какая-то льгота, да, например, мы бы принимали сварщика, да, абсолютно у всех вот сварщиков, да, есть вот надбавка за то, что вот у них все-таки вредные условия производства. Там стекольщика, да, вот именно, который стеклодув, занимается выдувкой стекла. Это все вредное производство, поэтому всех, в принципе, стекольщиков, да, например, вот этих, у них будет у всех там льгота, аналогично у сварщиков. Для чего мы это делаем? Чем больше информации мы изначально заносим в позицию штатного расписания, универсальная информация, да, еще раз, которая подходит абсолютно любому, кто сюда приходит. Люди с инвалидностью, это отдельный момент, то есть им в совершенно другом месте, там, в карточке сотрудника, да, включаются инвалид, не инвалид, то есть там есть такая возможность. На позицию штатного расписания сейчас это пока не влияет. Мы берем обычных, да, обычных прям сотрудников. Чем больше мы указали изначально, тем проще нам потом все вот эти кадровые перемещения делать, приемы и увольнения. Это незаметно на компаниях, в которых до 200 человек и нет адской текучки, но при этом это очень сильно заметно, экономит огромное количество рабочего времени. Я бы даже оценила процентов 25-30 от сотрудника, который занимается приемом, переводом и увольнением, например, в компании, да, только потому, что вот эти вещи изначально заполнены. Какие это вещи, да, график работы, если есть, то там профили должности, мы здесь их не заполняем, это корп-версия, да, мы максимально делаем по типовому варианту проф или базовой. Заполняем оплату труда, заполняем отпуск. Что, если есть какой-то разряд или какая-то категория, так как у нас включены категории игры, мы также точно можем указать здесь разряд и категорию. Если у нас разные сотрудники с разными суммами по оплате труда, но при этом все остальное общее, и мы тоже не хотим раздувать штатку. Мы можем здесь сумму не указывать, мы можем сумму здесь не указывать, сумму заработной платы, да, но все доп. надбавки или сумму заработной платы мы также можем указать при приеме на работу. Можем указать здесь вилку, да, то есть есть вот такое начисление, а клад у него есть вилка. Это все далее будет подтягиваться в приемной работе. Сейчас попробуем разные варианты, продемонстрируем. К примеру, да, кроме названия, там, количество одна единица, да, я больше ничего здесь не заполняю. И даже отпуск я принципиально удалю. Удалюсь. Итак, абсолютно практически пустая карточка, мне только подразделение и должность, да, и вот итогу, да, позиция штатового расписания, это вот это вот экономист ПЭО. Ввели, ничего тоже не заполняем. У нас есть комментарий. Новая позиция, да, наименование, что за позиция, что такое изменить позицию. Когда у нас уже есть сотрудники, переведенные на данную позицию, не когда она еще пустышка, да, на которую никто не принял, как сейчас у нас, а когда у нас именно позиция рабочая. Что это такое? Обратите внимание, что сейчас в штатном расписании, да, мы находимся, и у нас есть позиции только те, да, которые у нас утвержденные. Статуи утверждения. Да, у нас есть возможность включить еще дополнительные неутвержденные позиции, но у нас, да, ничего не происходит. Хотя вроде включила, ничего у нас не появилось, жирненьких у нас нету. Транно, да? Заходим сюда, думаем, ну, может, у нас просто мало позиций и нет неутвержденных. Проверяем. Хорошо, да, у нас сейчас нету здесь. Показывает неутвержденный, да, в главном журнале стоит. Хорошо. Сейчас мы примем человечка на эту должность и просто проведем еще и нечто такое расписание. Проведение прошло, выразочка ушла. У нас заступен приказ о внесении изменений. Сразу автоматическая, обычная, стандартная форма 1С. Если компании хотят какую-то дополнительную свою форму, это будет уже не штатная доработка. Все штатные у нас изначально доступны по умолчанию в любой системе. И заходим в штатное расписание. Пишем обновить. И давайте сделаем еще дату для удобства. 1.06. У нас появилась дата 1.06. И у нас изначально так построена система, что если мы уже нажали изменить текущее штатное расписание, какую-то должность уже сюда внесли. Вот мы ее внесли. И как только мы провели, считается вот на эту дату данная позиция сразу же утверждена. То есть вот эта дата, дата изменения, это дата утверждения, дата, когда она вступает в силу. Это все одно и то же. Я об одной и той же дате, я просто называю ее разными вариантами, которые вы можете просто услышать или увидеть в системе вот эти вот названия. У нас при такой настройке штатного расписания, как вот мы выбрали, с историей изменения, у нас изначально и не может быть, да, вот здесь вот в журнале не утвержденных позиций. То есть позиции, которые мы как бы еще не дооформили, которые у нас там не дооформлены, это те, у которых дата утверждения пустая. Сейчас покажу. Можно попробовать создать позицию, но... так, подразделения, сейчас не включаю. Давайте сделаем уголку по учету заработной платы вот в полном экономическом отделе. Окей. И мы просто записали, да? Мы не провели документ, мы просто записали. Заходим на журнал, нажимаем обновиться, да? И набираем дату утверждения. Обратите внимание. Автоматически, даже просто записанная позиция сразу считается утвержденной на вот эту дату. Хорошо. К примеру, мы изменили штатное расписание. Чем отличается изменение штатного расписания от утверждения штатного расписания? Да, все-таки у нас два документа, и вроде как мы так изменили, вроде у нас именно этой датой все появилось, и именно само утверждение, да, вот раскрою сейчас пошире, дата утверждения, да, у нас стоит. То есть зачем еще что-то дополнительно утверждать? Разработан отдельный документ утверждения штатного расписания. Этот документ нужен у нас, да, по закону для того, чтобы фиксировать, да, нашу штатку в компании. И бывали случаи, когда в компаниях огромная текучка и огромное перемещение персонала, да, кто-то из сотрудников на что-то пожалуется, трудовую инспекцию, и, например, трудовая инспекция хочет уточнить, да, почему у нас так часто меняется штатка. И трудовая инспекция запрашивает документы именно у утверждения штатного расписания, она не будет запрашивать изменения штатного расписания, да, которых может быть огромное количество, да, вот опять же, за один период, даже за один месяц. Может быть много документов изменения штатного расписания, например, на большом заводе. То есть их может быть хоть 10, хоть 20, хоть по каждому отдельному подразделению, да, ты создаешь документы, когда вот сегодня тебе нужно принять там кого-то одного, завтра другого, послезавтра пятого. И у тебя документы, ну, соответственно, не ждет человек у тебя приема, вот пока вот там документ полный не наберется. Здесь можно также точно расплодить эти документы. В большинстве случаев стараются все-таки утверждать штатку хотя бы на неделю на больших заводах, да, и на неделю утверждать, берем в кавычки, да, перефразирую, наверное, немного, чтобы не путать по понятиям. В компаниях больших стараются принять к сведению, что у них на следующей неделе будет, допустим, прием вот такого количества сотрудников и нужны будут новые штатные позиции. Но при этом штатное расписание никто, конечно же, понедельно не утверждает документом утверждения, есть просто договоренность, что, например, на этой неделе нам нужны такие-таки-таки-таки-то позиции, такие-таки-таки-таки-то новые у нас там открылись, да, то есть там директор согласовал, спустилась ниже до замов, замы спустили до, например, подразделений и уже начальники подразделений, да, уже принимают людей там на работу, проводят какие-то собеседования, что-то еще с отделом HR и дальше это все спускается в отдел кадров для того, чтобы создавались уже позиции, да, сотрудники, например, заранее там оформляли пропуск и уже там делали там коммерческое предложение, к примеру, тоже там с интеграциями зуба. То есть именно само утверждение не делается каждый день, каждую неделю, но изменений может быть огромное количество, но в целом стараются не плодить по изменению каждый день, а хотя бы делать одну в неделю и просто в одно какое-то докидывать, докидывать, докидывать людей, неделя закрылась, документ больше не трогают, следующее, докидывают, 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 такое было при мне несколько раз, это делали для удобства. Супернарушением это не является. Каких-то писем от трудовой на эту тему приходят в принципе письма от трудовой, что да, у нас часто меняется штат, как там подтвердите штатное расписание. Как ответить на это письмо и что именно хочет от вас трудовая? Очень часто подовеки этого не понимают и приходят с вопросом. Есть такой документ утверждения штатного расписания. Обратите внимание, это документ, он один, на месяц должен быть, не больше. Больше система просто не даст вам это сделать. по какой причине? У него нет даты выбора с периодичностью день, то есть как документ изменения штатного расписания. Хочу с первого числа меняю, хочу со второго числа меняю, хочу с пятнадцатого числа меняю. Здесь такое невозможно. Здесь сразу период, месяц. То есть штатное расписание утверждается на месяц. Если у нас утвержденное расписание и целая куча изменений прошли после утверждения, возможно такая ситуация. На огромном заводе да. А кадровику, например, пришло письмо счастья от трудовой инспекции и он пытается распечатать, опять же, жмет на кнопку печать здесь, приказ об утверждении штатное расписание это три, что вижу, то и печатаю. Печатаю. Система печатает ровно то, что есть в этом документе. Вот на этот, на вот эту дату, то есть на январь пятнадцатого года. Последнее штатное расписание. Когда Вик что берет, хорошо, это же все-таки Excel, да, я же могу попытаться здесь поменять что-то сделать, а потом понимает, что да, он здесь-то даты поменял, а вот тут-то беда. Печатается именно то, что в документе здесь не распечатается магия из последних изменений. Это невозможно, да, то есть вы печатаете документ, находясь внутри документа. как получить штатное расписание после всех утверждений и даже после изменений, да, для того, чтобы предоставить тому же руководителю на подпись, там, то есть генеральному директору завода, заму, трудовой инспекции, тому, кто от вас это потребовал, да, если вы кадровик, что с этим делать? Кадры, кадровые отчеты. Искать долго глазами, поэтому мы пишем по кусочкам, нажимаем Enter. Обратите внимание, у нас есть, да, все абсолютно, где слово штат совпало, да, причем из разделов как и кадры, так и зарплата, мотивация, да, остальные разделы. Мотивация обучения это разделы именно в форме версии и в форме на зарплату это стандартный отчетик. Вот в этой части нужны нам отчеты. У нас есть штатная расстановка, опять штатное расписание Т3 и штатное расписание на подпись. И тут штатное расписание. Здесь печатается только то, что в этом конкретном документе, а в отчете штатное расписание Т3 есть период изменения на день, не на месяц, а именно на день, так, чтобы вот эти изменения, которые у нас документом изменения штатного расписания прошли. и мы выбираем, например, вот на сегодня мы уже изменили штатное расписание, мы хотим по организации Т3 формируем и формируется именно та штатка, которая сейчас на сегодня на вот со всеми вот этими изменениями уже создана на вот эту дату, которую мы выбрали. Почему я выбираю на 1.06, сегодня у нас 31.05, обращаю внимание, что я также могу сформировать на любой период. На сегодня это как на сегодня, да, вот я могу прям сегодня-сегодня сделать срез, так могу сформировать на завтра, чтобы пока я подпишу руководителя, отправлю и так далее, у меня уже была самая свежая инфа, потому что у меня уже все забито, например, наперед, да, я знаю, уже какого-то из людей я приму на следующую неделю. Если не только сегодня вы печатаете, а на любую дату, вот этот отчет, это просто спасение, плюс еще к тому же он показывает на любые старые даты. Бывает такое, что письма счастья от трудовой инспекции приходят, прошу, просим предоставить штатное расписание, какое-то штатное расписание компании на, и не на сегодня, на завтра, на какое-то число, а, например, на предыдущий год. Мы же не будем заходить вот в этот журнал при жестком введении штатного расписания и пытаться изменить как-то предыдущий год и сделать документ утверждения штатного расписания на предыдущий год. Можем с вами попробовать. Посмотрим, чем это закончится. У нас тестовая база. К примеру, делаем утверждение штатного расписания. Я хочу сформировать сегодня на... на... Ну вот, хочу на ноябрь 2022-го. Обратите внимание, у меня здесь ничего не поменялось. Ничего не моргнуло, не перезапомнилось, ничего не произошло. Нажал и провести. У меня сверху ругалка, снизу ругалка. Читаем. Дата последнего изменения штатного расписания. Больше даты, с которой вступит в силу этот документ. Смотри, измени штатного расписания. О чем говорит эта ругалка? Так же, как и ругалка ниже. Смотри, последний изменения штатного расписания. Больше даты. Хорошо. Мы пытаемся перехитрить систему. Выбираем, типа, 30... Мы зашли 30-го ноября, сформировали 30-го ноября. Опять та же ошибка, да? Мы не можем никак в системе обойти и сформировать документы, когда у нас ведется история штатного расписания, задним числом, когда у нас уже есть вот такая цепочка... Сейчас покажу. Отверждение позакрываю. Когда у нас есть вот здесь цепочка документов, для того, чтобы изменить вот этот документ от 30-го 06-го 2012-го, мне нужно распровести 31-е 05-е, 12-е 01-е, и только потом мне будет доступен для редактирования 30-е 06-е. Но обратно все вернуть назад, при условии, что часть людей уже ушли, пришли, что-то было, система не всегда дает это сделать. Потому что в системе есть блокировки на тему проверок штатного расписания, на тему проверки занимаемых ставок, на тему свободна ли или занята ставка на данный момент, когда вы на нее пытаетесь принять сотрудника. Например, система может не дать принять сотрудника, если у вас всего одна позиция штатного расписания, а вы двух сотрудников на полную ставку для каждого пытаетесь принять на одну позицию штатного расписания, система скажет, что оппозиции нет, у нее свободных позиций. То есть сначала заведите свободную позицию штатного расписания, а потом только принимайте людей. В этом случае в системе любые изменения, которые вы сделаете, таким образом будут не факт, что обратимыми. Причем для того, чтобы один раз вернуть все обратно, я у клиента, наверное, потратила неделю и были танцы с бубном просто неимоверные, да, потому что количество документов было огромное и мы обходили блок за блоком. Просто вот это было разовое удовольствие и очень сомнительное. Это будет стоить вашей компании очень дорогое. Сразу предупрежу, никаких изменений с уже старыми документами, особенно, когда у нас включена история штатного расписания. Итак, мы узнали на данный момент, что у нас есть возможность включить историю штатного расписания. У нас также, как и раньше, создаются подразделения и должности, но у нас совершенно иначе выглядит добавление позиции штатного расписания. У нас появились два дополнительных документа. Это утверждение штатного расписания и изменение штатного расписания, при том, что утверждение штатного расписания документ не обязательный, только на момент, когда у вас начинается, вот эти все работы, обычно делают утверждение в дальнейшем, его используют раз в году на 1 января обычно. Все остальные действия и вся остальная отчетность, которая у нас есть по штатной расстановке, по штатному расписанию, прошу прощения, по штатному расписанию, по деятельности компании, трудовую инспекцию, подается у нас из отчета, не из распечатки документа, а из отчета, кадры, кадровые отчеты, штатное расписание Т3. Чем отличается штатное расписание Т3 от штатного расписания на подпись. Штатное расписание Т3 мы сформировали как на дату вперед, так и, например, у нас был с вами пример ноября 2022. И система нам не позволила в прошлый раз сформировать и посмотреть, но при этом отчет формирует на любую дату и со всеми изменениями, действующими на дату формирования. То есть, изменения, если были бы сделаны уже первым декабря, или, например, если мы здесь поставили 29 ноября, а 30 ноября у нас были бы новые позиции, средств попадает четко данных на 29 число, на дату, которую вы выбрали. Если вам нужно за месяц целиком, тогда на последнюю дату месяца, на последний день месяца, чтобы не дата звучала а день, именно день. Так, у нас есть все позиции штатного расписания, снизу поиск кадровой службы, главный бухгалтер, шапка вроде тоже стандартная, чем же он отличается от штатного расписания на подпись. Сформируя за тот же период, возьмем 29 ноября, выжим на нем, обращаем внимание, совершенно другая форма внешняя, да, и есть такая очень странная группировка, подразделение позиции штатного расписания, а потом какой-то кусочек по должностям. Здесь более развернуто, если есть доплата надбавка, они бы тоже здесь отображались, какие-то примечания аналогичные, да, и более всем знакомая форма. Компании разные, формы разные, форма штатного расписания также точно утверждается вашей конкретной компанией индивидуально. большинство случаев, так же, как и по закону по кадровому учету, да, у нас ведет форму Т3. Штатное расписание на подпись очень часто ведется именно тоже на больших заводах. Для чего? Для того, чтобы делать распечатки руководителям по подразделению, потому что руководитель, который получает вот такую таблицу, да, где надбавок может быть хоть миллион, да, и таблица у нас может уходить сильно в сторону, сильно вот вправо. Оно неудобоваримо, то есть нужно показать быстро именно то, что хочет руководитель. Руководителю что нужно? Нужно понимать, какие у него есть должности свободные, например, да, там свободные, не свободные, какие у него там, ну, сейчас по фото. Также этим документом очень часто пользуется планов экономическая служба, потому что им тоже намного удобнее, чем, это разные данные, да, здесь больше данных, здесь меньше данных, но если нужно подать документы на вакансии и только показать оклады, да, для подбора персонала, никаких там еще доплюшек, да, у нас не включено в моменте поиска насокотников, опять же, удобнее пользоваться, например, вот этим. Мое сугубо мнение из того, что я видела на производствах разных компаний, то есть как у них построена работа, и с ними в этом плане согласна. Если, конечно, у вас там свое мнение и вы считаете, что вот это вам было бы вообще неудобно, конечно, вас никто не выставляет его использовать. Это как дополнительная плюшечка от 1С. Также у нас есть такой необычный отчет, штатная расстановка. что это такое? Чем она в общем отличается от штатного расписания и для чего она нужна? обратите внимание, здесь у нас изначально формировалось штатное расписание по всей организации на дату, типовая настройка, а здесь уже появляются подразделения, для чего, опять же, 1С заранее вас позаботилась и предлагает вам возможность указать сразу подразделения в больших компаниях, где большие подразделения, заводы, это очень-очень удобно. Когда есть такие маленькие начальники каждого отдела, есть там начальник, например, департамента, в котором может быть 5-10 отделов, в котором в каждом работает по 5-10 человек. Итого у него 100 человек, например, в подчинении, подразделений 10, и в каждом по десятке. Здесь показана должность подразделения, должность, а также кто занимает данную позицию. Опять же, запланированного свободного учтено. Запланировано это то, что у нас в штатном расписании. Свободно это, если у нас вакансия. У нас, например, есть пустые, непринятые пустые ставочки, на которые, например, дают подбор персонала. В каждом подразделении, например, кого-то мы ищем. До конца не укомплектованы подразделения. Также есть отличие от основного сотрудника, так и внутреннего совместителя, даже если внешний совместитель, здесь тоже будет указано ВВН. Это очень удобная штука, когда также проверяют количество ставок. Когда одна позиция, это очень удобно. Когда у нас, например, пять полных ставок, есть какая-нибудь мамочка, которая работает на неполный рабочий день и занимает не полную ставку, а 0,5, например, ставки. тоже очень удобный отчет для отслеживания деятельности, кто у нас где. Также, если у нас человек находится в отпуске по уходу за ребенком, например, у нас здесь тоже будет указано, что на одной ставке у нас будут две фамилии. Первая фамилия у нас будет дамочки, которая у нас в отпуске по уходу за ребенком, а вторая того человека, который принят на работу у нас по трудовому договору на время отсутствия основного сотрудника. Например, или срочный договор на время отсутствия основного сотрудника. Вполне обычная ситуация, тоже очень удобно отслеживать. то есть по сути позиция это одна, не два человека. И если правильно оформлен декрет, то есть отпуск по уходу за ребенком до полутора лет и изначально поставили галочку освободить позицию, то у нас не будет здесь ни превышения, ни красного, ничего. У нас здесь будет красивая картинка, все зелененькое, но если где-то неправильно приняли, не стояло автоматом вот эта вот проверка, которую я показывала чуть-чуть ранее. Мы к ней вернемся именно когда будем тоже моделировать такую ситуацию внутри расчет заклады, расчет кадров. Вот эта галочка автоматическая проверка кадровых документов на соответствие штатного расписания. Она очень сильно облегчает жизнь для того, чтобы не делать ошибки, но каждый раз включается проверка о том, соответствует ли количество ставок сейчас принимаемым людям. И если это огромная компания, то обычные кадровики очень сильно страдают, пока, например, подразделение, которое заносит штатное расписание, не занесет все-все-все-все позиции, которые им даны были примерно недели. они ждут, потому что у них идет сразу же ругалка, что нет свободных ставок, превышение по ставкам. Это мы проговорили. Единственное, что мы не успели немножко, это принять сотрудника, например, посмотреть, когда у нас абсолютно все пусто, при новых условиях приема человека при истории изменения штатного расписания. Сейчас я закрою уже отчеты. Прием на работу, принимаем фронт. Давайте примем у нас кого-нибудь. например, с 1.05 мы хотим на должность и обратите внимание, пусто. Почему пусто? дата утверждения, у нас сверху есть такой отбор, выделенный желтеньким, меньше или равно 31 мая. Когда мы заводили позицию штатного расписания? От 1.06. Соответственно, прием сделать от 31 мая на еще не существующую для системы позицию, да, она внесена в систему, но дата 1.06. да, дата 1.06. У нас нет свободной позиции, чтобы выбрать на нее I-Key, меняем дату приема на 1.06. Проходим в нашу должность. Должность это внешне выглядит должность, на самом деле, это позиция штатного расписания, да, это просто для пользователя, для обычного, чтобы удобнее было. Пожалуйста, у нас две должности. Рабочее место и все остальное мы можем выбрать. Опять же, по поводу того, что я говорила, что мы заполняем позицию штатного расписания, да, по максимуму, чем это удобно. Если бы у нас был бы заполнен график работы, ну, экономисты у нас не работают, да, 6-1 или 2 через 2, экономисты обычно работают 5 дней. У нас бы автомат здесь потянулся бы график работы. Причем на все подразделения. Опять же, это не всегда пятидневка. Бывает такое, что подразделение, например, может работать по сменному графику. Смена будет одна там 2 через 2 и другая противоположная, другие 2 дня. В этом случае график работы указывается уже у сотрудника внутри карточки. Но если мы укажем это в подразделении, просто автоматом будет подтягиваться именно тот график, который на подразделении, который будет указан изначально. Кому-то это будет удобно, а кому-то придется менять. То есть каждый раз на другую смену нужно будет держать голове и изменить. Поэтому график работы, если есть возможность указать какое-то 1 на подразделение, и он будет у всех совпадать, то лучше указать изначально, чтобы меньше телодвижений было при приемной работе. Аналогично с оплатой труда, если бы мы указали випу или указали любые бы данные, которые у нас по надбавкам и так далее, нам бы не пришлось бы здесь сейчас опять все заполнять. И обратите внимание также еще на такое поле ввести права на отпуск. На прошлом видео, на прошлой встрече у нас автоматически здесь подтянули 28 календарных дней плюс дни за ненормирование. Сейчас здесь пусто. Нужно заходить, добавлять и делать ряд телодвижений. Поэтому если есть что-то универсальное, что можно сделать, независимо от того, идете вы с историей штатного расписания или без истории штатного расписания, старайтесь заполнять позиции штатного расписания универсальные данные. То есть облегчите себе и коллегам, если у вас огромная компания, но делаете это именно вы, например, какой-то большой завод, делаете конкретную работу, сделаете дом и делаете. Для вас это одна минута, например, на прием сотрудников, а у других сотрудников, которые будут заниматься переводами, например, или какими-то еще действиями, то это просто огромный труд, который у них будет занимать время. Если вам это не в минус, считаю, что вполне возможно даже себе во время приема на работу сделать облегчение, то есть занести по максимуму все в оканчивании. Мы немножко не успели выбились из времени по вариациям изменения позиций штатного расписания и закрытия позиций штатного расписания. Буквально в двух словах расскажу и заканчиваем. Что такое изменение позиций штатного расписания? К примеру у нас было штатное расписание, какие-то действия, как у нас сейчас работает у нас система, работает компания и нам нужно что-то изменить. И вот например со второго числа со второго июня мне нужно изменить позицию штатного расписания. К изменению подтягиваются незакрытые позиции штатного расписания и мы уже с вами выяснили, что абсолютно все считаются автоматически утвержденные, и поэтому эта галка нам ничего не дает. Внизу например мы меняем данную позицию становится сереньким мы выбрали мы можем в одном документе несколько позиций указать потому что опять документ удобен для огромных заводов где контролирует какой-то либо один человек либо один отдел и например вот здесь нам нужно увеличить количество ставок вот эксперт мы хотим не один эксперт а два эксперта например чтобы нас было вот здесь мы такие недооформили забыли потом поняли что здесь будет 10 человек приниматься тут целое дел создается и вот нам бы хорошо все-таки выклад бы сделать да причем в идеале там сразу на всех и там и права на отпуск да у нас вот там поподставляются так все где изменяется что-то подсвечивается синеньким все где мы еще не успели изменить будет у нас черненьким там же точно чтобы вас например не обязательно да вы вот сидите только меняете штатное расписание у вас есть какая-то еще другая работа которая может быть параллельно вам могут заходить сотрудники ваши начальники какая-то деятельность какой-то телефон может зазвонить да кто-то у вас что-то ищет что-то хочет кто-то какую-то справку заказывает еще что-то всегда есть возможность не провести а просто записать документ и вернуться и вам не нужно выписывать кого вы уже отработали а кого нет то есть вы изначально собрали например себе документ да из тех кого нужно отработать и сразу уже визуально видно кого вы успели поменять. Кого нет. Также здесь автоматически указывается комментарий, что поменялось. У нас появляется поле комментариев, которое заполняется. Например, увеличено количество штатных единиц плюс 9. Была одна, стало 10 плюс 9 штук. То есть это разница. Также увеличен ход. Почему увеличен ход? Потому что мы, наконец, ввели оклад. А здесь мы только увеличили штатные единицы. Здесь мы, например, только изменим оплату. Ну, вот решили в компании увеличить изначально базовый оплат для сотрудников. Пожалуйста, да, у нас оплат увеличился на плюс 10 тысяч. А эту должность мы, например, вообще не хотим менять. Мы вообще хотим закрыть. Да, вот мы просто хотим закрыть. Например, вот мы набрали через мнение позицию. Пожалуйста. Обратите внимание, да, я не смогла ее выбрать еще раз, потому что она уже выбрана. Я выбрала другую. Но если мне нужно было бы, да, вот, например, конкретно список закрыть, да, я вот не могу ее еще раз выбрать. У нас кидает все в тот же список, в котором мы были с вами, да, по кнопочке закрыть. Все тот же, да, все те же, там же. Чтобы ее закрыть, начальник управления маркетинга обслуживания клиентов, мы либо изначально должны были заходить, да, в справочник, вот, по кнопочке закрыть позицию, либо когда мы ее выбрали, до этого ранее, да, вот, поизменить позицию. Ну, вот мы так выбрали, да. У нас есть возможность я нажала еще раз покажу. Да, например, удалить. Да, то есть просто стандартный функционал удалить. Казалось бы, она должна отсюда была уйти, но, опять же, в системе сделана дополнительная проверка для вашего же удобства, что система спрашивает, а вы точно хотите закрыть или именно удалить строку? То есть вы просто случайно сюда лишнее занесли, вы хотите это удалить? Или вы хотите закрыть позицию? Ничего вы удалять не хотите. Ну, просто вот изначально, скажем так, не там набирали, да. Нажмем еще раз, да, система также предлагает. Может, вы случайно нажали, да, например, я хочу вот удалить строку. Вот не буду я ее закрывать. Закрою я другую. И, опять же, всегда есть возможность записать. Всегда есть визуальная подсветка, да. Все стандартные вещи, которые остаются, они черненькие, но здесь они не используются, да, потому что это документ изменения, нам нужно что-то поменять. Изначально мы меняли действующие позиции. Дальше мы в этом же документе закрыли позицию. И в этом же документе мы можем добавить новую позицию. Например, сектор дежурной службы. неважно, да, я выбираю просто на... с того, кто у меня высвечивается, чтобы, да, время не тратить, чтобы показать разницу. Все, кого мы поменяли, синий, все, кого мы решили закрыть, красный, все, кого мы добавляем, зеленый. расцветка простейшая. Если мы просто хотели изменить здесь еще было бы пидын-пидын, да, у нас черненький. То есть все, которые мы не успели отработать или случайно набрали, мы их можем отсюда позакрывать либо удалять. Опять же, всегда есть кнопка записать, всегда можно вернуться к документу, если, конечно, вас несколько человек и... вернемся к предыдущему моему комментарию. Документ сейчас не проведен, да, но теоретически он второй. Если ваша коллега, которая тоже вводит изменения штатного расписания, к примеру, ввела бы свой документ и успела бы его уже провести от этой же даты, номер 2-то у вас остается, у нее был бы третий документ, но ее бы изменения стали бы, грубо говоря, выше, чем ваше. Помните правило, что если мы хотим при истории изменения штатного расписания распровести какой-то документ, на который уже создано после несколько документов, нужно идти по цепочке. Может быть такое, что документ создан позднее, третий, но при этом проведен и имеет вот здесь дату, да, дату, в которой действуют изменения, раньше, чем документ, который имеет просто номер. Номер нам сейчас ни на что не влияет. У нас всегда влияет только дата, которая у нас указана, да, для изменения тех или иных действий. Итак, огромное спасибо за внимание. Спасибо, что остались до конца. до следующих встреч. Если будут какие-то пожелания, отзывы о нашей работе, будем рады также точно на почту кодерлайн.com по вебинарам, по ЗУПу, пожалуйста, указывайте комментарии, что-то понравилось, не понравилось, будем рады услышать, как и то, что понравилось, так и учтем, где моменты не понравились, какие можно было бы улучшить. Всем хорошего дня, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова